В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Мировые финансовые рынки все еще не определились с трендом. Настроения на Форексе на прошедшей неделе менялись несколько раз, отражая неуверенность участников торгов в краткосрочных перспективах основной валютной пары. Инвесторы не рассчитывают в ближайшее время ни на очередное ослабление монетарных условий со стороны ЕЦБ после широкого спектра мер, уже принятых в марте, ни на повышение базовой процентной ставки на доллар от ФРС на ее апрельском заседании. Как следствие, евро-доллар продолжает придерживаться диапазона последних нескольких дней и торгуется вблизи достигнутых максимумов. С технической точки зрения пара сохраняет конструктивный для боков характер и выдерживает паузу перед возобновлением активной ценовой динамики. Вчера вечером состоялось неочередное закрытое заседание Совета директоров ФРС по кредитно-денежной политике. Обсуждалась возможность изменения процентной ставки и планировалось выступление председателя Совета управляющих ФРС Джанат Йеллен. Однако информации по итогам заседания пока отсутствует. Если она будет обнародована, рынок получит весьма активный драйвер для выхода из почти двухнедельного бокового диапазона. По итогам дневной торговли курс пары зафиксировал максимальный и минимальный уровни на отметках 1.1447 и 1.1372. Волатильность ценового движения составила 75 пунктов, а на закрытии сессии была сформирована разворотная свечная модель Рикша, предупреждающая об изменении направления ценового движения. В нашем прогнозе на вторник предполагаем возобновление текущей коррекции и снижение курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.1392, 1.1355, 1.1330, 1.13 и 1.1278. В курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. На вчерашних торгах пара фунт-доллар продолжала активно развивать восходящий импульс, пройдя на подъеме почти 180 пунктов и зафиксировав новый четырехдневный максимум на отметке 1.4285. Поводом для роста британской валюты стал возросший интерес к рисковым активам, а также технические факторы – перепроданность фунта и волновая структура, предупреждающая о коррекционном развороте. Вместе с тем, текущее укрепление фунта сохраняет прежнюю ценовую тенденцию и расценивается как коррекция в рамках долгосрочного нисходящего тренда. Более того, на этой неделе курс пары может изменить направление ценового движения и вернуться в зону предыдущих минимумов к ключевому уровню поддержки 1.40. Первым испытанием для пары станет сегодняшний отчет об инфляции в Великобритании. Если мартовский индекс потребительских цен окажется ниже предыдущего февральского уровня и покажет очередное снижение инфляции, давление на пару возрастет и фунт-доллар может возобновить снижение. Вторым фактором риска для британской валюты станет заседание Банка Англии в четверг. Изменения стоимости кредитования и повышения ставки сейчас никто не ожидает, но сопроводительное заявление Банка и протокол предыдущего заседания могут спровоцировать повышенную волатильность ценовой динамики пары. И, наконец, третий фактор – результаты британского референдума по выходу страны из состава ЕС. Вероятность такого решения не дает национальной валюте полностью освободиться от гнета. При этом, однако, есть и позитивная сторона. Вполне возможно, что рост объемов торгов по фунту, который мы наблюдаем в последние недели, может быть косвенным признаком того, что крупные инвесторы уже закладывают в цену вероятность повышения курса британской валюты сразу же, как только страхи по поводу Брексита начнут стихать. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление нисходящего движения фунта к целевым уровням 1,42, 1,4150, 1,41 и 1,4074. В начале новой торговой недели цены на золото достигли трехнедельного максимума на ценовом уровне 1260 долларов. Основным драйвером роста металла остается мягкая монетарная политика, проводимая центробанками ведущих стран. Она же указывает и на рост стоимости золота в среднесрочном и долгосрочном периодах. Особенно это касается цен на золото в евро, учитывая, что с начала этого месяца ЕЦБ увеличил объемы ежемесячных финансовых вливаний в европейскую экономику до 80 млрд евро. На этом фоне инвесторы продолжают демонстрировать интерес к золоту. Вчера специальные биржевые фонды по золоту сообщили о притоке новых вкладов на сумму более чем 120 млн долларов – примерно 3 тонны золота. Это спровоцировало новые покупки металла, курс которого в ходе торгов повысился более чем на 20 долларов и завершил американскую сессию на ценовом уровне 1257 долларов за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота проходит по ценовому уровню 1264 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1267, 1272 и 1277 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на ценовом уровне 1255 долларов за унцию. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1251, 1248, 1242 и 1238 долларов за тройскую унцию. В нашем прогнозе на вторник ожидаем разворот золота от текущих ценовых уровней и снижение стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт YouTube по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки. Зарабатывайте на новостях. Цены на серебро вчера активно устремились вверх и, пробив верхнюю границу восходящего канала, протестировали на подъеме ключевой уровень сопротивления 16 долларов за унцию. Преодолеть, однако, этот уровень сходу не удалось. После нескольких безуспешных попыток быки зафиксировали прибыль и начали закрывать сделки на покупку металла. В результате цены стабилизировались в узком диапазоне вблизи достигнутого максимума. По итогам торгов на американской бирже Комокс, стоимость серебра за вчерашний день подорожала на 60 центов и зафиксировала закрытие сессии на ценовом уровне 15,91 доллара за тройскую унцию. По состоянию на сегодняшнее утро, ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по ценовому уровню 16 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх, а это сопротивление будет пробито, последует продолжение подъема к целевым уровням 16,10 доллара, 16,35 доллара и 16,65 доллара за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 15,74 доллара за унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее в направлении ценовых уровней 15,55, 15,40 и 15,26 доллара за унцию. В нашем прогнозе по серебру также предполагаем первоначальное боковое движение металла, а затем разворот стоимости серебра на нисходящее движение к выше названным целевым уровням поддержек. Обратите внимание, сегодня в 11.30 по московскому времени в Великобритании будет опубликован базовый индекс потребительских цен. Свежая статистика по британской экономике способна воздействовать на положение фунта стерлингов и расширить возможность заработка. Следите за событиями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе.